МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Говорю, зачем ты меня на этот мостик-то привезла, шатки без перил? А она мне говорит, знаете что? Да чтоб ты сдох наконец! И как толкнет меня вместе с коляской в воду! Почему во время прогулки с 17-летней падчерицей Оксаной Сазоновой ее отчим-инвалид упал в воду вместе с инвалидным креслом? Обвинение утверждает, что девушка хотела избавить семью от абузы. Но мать Оксаны настаивает, что дочь не способна на такой поступок. Так что же случилось на самом деле? Он ее бил по спине, по почкам, он бил ее по животу. И в результате действительно она оказалась в крови, в луже крови. Соответственно, только после этого он угомонился. Влада Скрипкина обвиняет в том, что он жестоко избил любовницу своего отца Марьяну Купцову. В результате избиений Марьяна, которая была беременна, потеряла ребенка. Влад вины не признает и утверждает, что у него не было причин так избивать Марьяну. А что скрывает подросток, выяснится в ходе судебного заседания. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Оксана Андреевна Сазонова. Я родилась 10 мая 2005 года. Мне полных 17 лет. Присаживайтесь, пожалуйста, Оксана. Оксана, ты обвиняешься по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса и по части 2 пункту В этой части статьи 105 Уголовного кодекса. То есть в покушении на убийство человека, находящегося заведомо в беспомощном состоянии. Я тебе разъясняю, что по данным следствия 20 августа ты столкнулась с моста в реку своего парализованного отчима Ларионова Николая Ивановича. Вот он здесь присутствует. Скажи, пожалуйста, Оксана, ты признаешь свою вину? Ваша честь, это был несчастный случай. В тот день 20 августа у меня выдался свободный день. Я решила свозить отчима погулять в парк. И я просто повезла его через реку. А мостик оказался шаткий и скользкий. И у меня кресло просто выскользнуло из рук, и он упал. Понимаете, когда он оказался в воде, я так сильно испугалась, что я просто не знала, что делать. Я настолько в панике была, что я убежала. Я просто не знала, что мне делать. Скажи, пожалуйста, Оксана, а ты часто возишь на прогулку своего отчима? Иногда, когда свободное время выдается. Понимаете, я вообще-то обычно занята. То есть я то по хозяйству работаю, то с сестре своей Миланке сроками помогаю. А тут я решила вывезти его погулять. Ведь, понимаете, жалко человека. Он целый день сидит дома, как сыч. Блин, не надо было мне, конечно, убегать, я понимаю. Но я просто испугалась. Я была в жуткой панике. Я вообще воды боюсь. Я ведь в детстве тонула. И когда я увидела, что он погружается, я просто психанула и убежала. Но его ведь рыбак спас. Он сейчас здесь, он жив, все хорошо. Поэтому я не понимаю, почему вообще меня судят? Вот фантазерка-то, а. Почему? Я правду расскажу. Да потому что. Оксана, в твоей социальной карте указано, что полгода назад ты оставила кресло Сочину в парке. И ему пришлось обращаться к прохожим, чтобы добраться домой. Что ты скажешь по поводу этой истории? Было такое было. Это было недоразумение. Понимаете, вообще-то я не обязана его вывозить погулять, если подумать. Потому что, по сути дела, я ему никто. Я ему никто, это мой отчим. Я решила из добрых побуждений вывезти его в парк погулять. Я его повезла, а он начал меня уговаривать купить ему выпить. Ну, мы поссорились, я же знаю, что ему это вредно. Мы поссорились, я психанула и отошла. И я вернулась через 15 минут. Я вернулась через 15 минут назад, а его уже нету. Я испугалась, я дала его бегать, везде искать. А он уже уехал с какими-то людьми. Чужими, я к ним подбегаю, я объяснила ситуацию. А тут полиция подошла, а он давай причитать, что она меня бросила, что я там такая сякая. Он такой еще артист, вы знаете. Да все не так было, не так было. Так все и было. Ну что такое? Ваша честь, я давно в разводе с матерью Оксаны. По сути дела, ее воспитывал отчим. Но я не верю, что моя дочь могла покушаться на чью-то жизнь. Давайте послушаем представителя обвинения, собранное доказательство, которое представляется здесь в суде. Послушаем вас. Спасибо, Ваша честь. Значит, 20 августа в 15.05 в службу скорой помощи был звонок. И в полицию, соответственно. От Никифора Валентина Семеновича. Он рассказал, что в парке ловил рыбу. И увидел, как девушка везет инвалида на коляске. Ввезла его на мостик. И столкнула, он это четко показал, столкнула в воду. Сама убежала, соответственно, после этого. Никифор бросился в воду, спас утопающего, вытащила его на берег. Дело еще осложнялось тем, что там глубина в пруду мелкая, в пруду небольшая глубина. И человек ударился головой. До прихода приезда скорой и медиков, значит, Никифоров сделал искусственное дыхание. В общем, благодаря ему, собственно... То есть медиков вызывал непосредственно Никифоров, да? Да, да. Не Оксана. Нет, Оксана убежала. Оксана убежала. Вот. Бригадой скорой помощи диагностирована была черепно-мозговая травма, открытая. Ну, и потерпевший, соответственно, когда пришел в сознание, подтвердил, что Оксана столкнула его в воду. Она. Понятно. А какой мотив действий Оксаны? Ну, мотив, собственно, она уже проявила его в своих высказываниях. Неприязнь к потерпевшему. Она считает, что он ему никто. Судебно-психологическая экспертиза подтверждает, что она в сознании была. Так что, ну, по 105-й, 7 лет лишения свободы. Показания, 7 лет лишения свободы и 6 месяцев. Не может быть 7 лет. Как это 7 лет? За что? Давайте разберемся. Подождите, кого вы слушаете? Это же рыбаки. Вы же знаете, рыбаки, они приходят не чтобы рыбу ловить, а чтобы попухать. Мало ли, что ему там примерящилось. А то, что показания сестры моей, ну, да, ну, не отрицаю. Правда, действительно, мне тяжело. Да, я ухаживаю за инвалидом. Я могла что-то там сказать на эмоциях, но вы что? Оксана, давай послушаем. Я никогда не хотела убивать. Давай послушаем. Дальше еще не все высказали, еще свидетели будут, еще защита будет твою защиту говорить. Давайте послушаем. Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, о ваших взаимоотношениях с падчерицей. Так это дрянь, меня убить хотела. Я не хотела. Почему вы так считаете? Хотела, теперь я говорю. Теперь моя версия. Пожалуйста, говорите, Николай Иванович. Я очень удивился, когда 20 августа она предложила мне прогуляться в парк. Она ж меня терпеть не может, особенно после того, как я инвалидом стал. А все потому, что я же ее с двух лет воспитываю, как родной отец. А он пахан ее, ее мать бросил, а я на Любе женился. У нас с женой своя дочка родилась, Милана. Ей сейчас, вот как было сказано, 15 лет. Мы хорошо жили. Люба не работала, а я пахал как проклятый. Ну, а потом получилось так, что я немного этим делом увлекся. Да немного. Видите, он вообще ходить перестал. Он очень много пил, очень много. Я же знала, что тебе вредно пить. Все сказала. Так вот, у меня нашли цирроз печени на начальной стадии. А потом у меня и ноги отнялись. Это как его, трафика мышц нарушилась. Я, конечно, по дому с ходунками могу ходить, а на улицу уже без коляски никак. Я все это к тому говорю, что вот алименты, которые платит, это так, слезы одни. А Оксана со мной практически не общается. Не любит она меня. Ну вот, а как Оксана отнеслась к вашей болезни? Она в открытую стала называть меня обузой. Никогда не называла. В смысле? Я никогда такого не говорил. Зачем ты это говоришь? Я каждый день вижу и слышу, как ты это говоришь. Хорошо, Николай Иванович. Жена моя в другой город уехала. В магазин устроилась. На что делать-то? Ну, я теперь не могу. Понятно. Жить надо, работать надо. Да, своих. Николай Иванович, а как вы оказались в тот день в парке? Так, Оксана сама меня пригласила погулять. Говорит, давай я тебе повезу в парк. Ну, мы поехали. Он недалеко от дома находится. А она еще там уговорила мужика мне пивка купить в баночку. Так, безалкогольного пива. Ага, безалкогольного, конечно. Тебе алкоголь вредно, я не знаю. Конечно, конечно. Поэтому я когда выпил, меня-то и разморила на солнышке, я усну. Я разморила, потому что тебя на улицу вывезли, на свежий воздух. Ой, кто голос-то подал. Ваша честь, можно мне слово? Да, Любовь Петровна, слушаю вас. Вы знаете, я ни за что не поверю, что моя Оксана способна на это, что она нарочно его столкнула с моста. Она у меня хорошая, добрая девочка. Конечно, бывает грубоватой, но она вообще, она никогда, да, она всегда помогала заботиться о Коле, когда Коля потерял работу, когда он стал инвалидом, она всегда сочувствовалась и переживала. Любовь Петровна, это прекрасно, но поясните, пожалуйста. Можно я скажу до конца, я не все сказал. Сейчас, сейчас, подождите, Николай Иванович, сейчас выясняем очень важный вопрос. А скажите, почему именно Оксана должна ухаживать за вашим супругом? Он ей не отец, он ее даже не удочерил. У нее другие задачи в жизни сейчас. Учиться, профессию получать. Почему она им занимается, объясните. Мы одна семья, понимаете, в нашем городе сложно найти работу. Я поехала в другой город, но у меня там квартира моей покойной матери. Я устроилась на работу, пашу как лошадь. Две смены, у меня дневная и ночная, для того, чтобы Колю на ноги поставить. Понимаете, это моя мечта. Оксанка сама мне вызвалась помочь. Скажите, Оксана, вам жалуюсь на то, что она не может, не хочет заниматься с Николаем Ивановичем? Нет, она никогда не жаловалась, никогда его обузой не называла. Она, наоборот, уколы ему делает, вообще следит за тем, чтобы к нему эти соседи-алкоголики не приходили, чтобы водки ему не принесли, понимаете? Конечно, я же говорю, он стал инвалидом именно из-за того, что он много пил. И вообще, Коля, зря ты наговариваешь. Да, это все так. Но только что сама Оксана сказала, что вот они поехали в парк, а ваш супруг сказал, что в парке именно Оксана попросила купить ему пиво и дала банку пива. Алкоголь же ему нельзя. Ну так и водки же, и пиво, и тем более безалкогольного. Да, 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 да. И именно поэтому, когда я очнулся, она говорит, зачем ты меня на этот мостик-то вот привезла, шатки без перил? А она мне говорит, знаете что? Да чтоб ты сдох, наконец. В смысле? И как толкнет меня вместе с коляской в воду, а там вот еще камень был, и я башкой ударился. Вот если б не тот рыбак, все бы уже со мной. Вот гадина какая-то, а. Зачем ты так говоришь? Я к тебе по-человечески, по-родственному, а ты... Понимаешь, ты упал, ты ударился, ты что-то путаешь сейчас. Ну зачем ты на меня договариваешь? Я никогда не говорила, чтоб ты сдох. Ну вот что это? Я не говорила, чтоб ты сдох. Я не хотела, чтоб ты умирал. Это случайно получилось. Понимаешь, ты ударился, ты что-то перепутал. Ну а что ты наезжаешь мне на ребенка, на моего? Люба, 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 подожди, подожди. Ты знаешь, ты тоже вот уже сделала кое-что, да? Что же я сделала? А вот, доченька, а ты знаешь, да, вот ты думаешь, что твоя мама собирает деньги Коле на лечение? Конечно. Да хрена с два-то, понимаешь? Она просто тупо от вас всех свалила, понимаешь? Она просто хочет жить как прежде, она не хочет ухаживать за инвалидом, она не хочет возиться с подгузниками, с лекарствами. Ваша честь, я точно знаю, что Люба работает на дому. И она наращивает волосы клиентам. У меня знакомая, она может подтвердить, она у нее прическу заказывала. А вот эти все сказки, доченька, то, что она пашет, как волк вообще пашет на Колю, это, доченька, это сказки для тебя, понимаешь? Что я вообще слышу? Ты серьезно бросил нас? Нет, нет, милая, поверь мне, ему лишь бы, ты что, его не знаешь, мы уже 15 лет не живем с ним вместе, ему только лишь бы меня грязь облить. Папа, почему ты мне ничего не говорил, если ты это знал? Откуда он вообще это все знает? Дело все в том, что когда Люба от меня ушла, забрала с собой Оксану, у них родилась Милана, они жили, все нормально. Но потом она мне начала жаловаться, что, мол, Коля, вот он совсем практически не работает, пьет черт знает сколько, я ей в свою очередь советовал, бросай этого алкаша и вообще уходи. Она вся в слезы, говорит, что как, что будет, у нас дочь растет, у Коли уже инвалидность. Ты обсуждала меня с ним? Опять посоветовал, пускай бросает. Я тебя не обсуждала ни с кем, а ты чего несешь? Мой долг за ним ухаживать, мы как раз-таки не бросили беспомощного инвалида. Ты оставила его на Оксану и просто сбежала в другой город. Это вообще не твое дело. Давайте пригласим свидетелем, младшую сестру посудимой, Ларионову Милану Николаевну. Есть информация, что она кое-какие вынашивала по поводу отчима. Приглашается свидетель Ларионова Милана Николаевна. Пожалуйста, пристав, проводите ее в зал. Вот сейчас дочка-то и расскажет, как все было. Ты бы спасибо сказал, что за тобой упрашивали. Я не понимаю, я о тебе заботилась. Проходи, пожалуйста, Милана, присаживайся рядом с прокурором. Милан, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Скажи, пожалуйста, какие отношения у тебя с твоей сестрой, с Оксаной? Ну, я не могу сказать, что у нас с Оксаной очень доверительные отношения. Понимаете, мы с ней разные. Я человек открытый, а Оксана себе на уме. Раньше мы с ней жили в разных комнатах. Но вот когда папа стал инвалидом, нам пришлось съехаться, чтобы папа жил в отдельной комнате. Оксане это очень не понравилось, и она все бухтела. Вот, гад паршивый, допился до инвалидности, хоть бы он сдох. Неправда, я такого не говорила. Было. Когда было? Я не говорила, чтобы он сдох. Ты что? Ты уже забыла? Ты еще говорила, что вот бы яду ему подсыпать. Это было еще до того, как мама от нас уехала. Какой яду? Ты что, с ума сошла? Ты хотела это сделать, но не сделала это лишь потому, что думала, что тебя могут засечь. Ну, хорошо, яду не подсыпала, слава богу. А какие вообще планы у нее были? Когда Оксана в очередной раз стала жаловаться на папу, я ей предложила, ну вот давай ты сейчас закончишь школу и пойдешь работать. Мама не будет в ночь работать, маме будет полегче помогать можно, папе можно сиделку нанять. Но Оксанка стала в истерике биться и в крик, что пахать, чтобы содержать чужого мужика? Нет! Ну что ты, дочка, наговариваешь? Я, конечно, понимаю, что тебе тяжело, вам сейчас приходится жить в одной комнате, но ты должна быть благодарна сестре. Мам, такими словами не разбрасываются. Вот именно не разбрасываются, ты благодарить ее должна, она позволяет тебе гулять, помогает тебе с уроками, ты не ухаживаешь за своим отцом, она вместо тебя это делает. Милан, то есть ты не помогаешь ухаживать за твоим отцом? А я что, сиделка? Так а я что, сиделка? Так ты это не просто так делаешь, а ради квартиры. Так это же твой отец, а не мой. Так квартира достанется тебе, а мне ничего. Мамочка, а знаешь, почему она заботится о моем папе, а? А все потому, что, чтобы ее, когда она его убьет, муки совести не грызли. Я видела, как она об этом в интернете читала, все об убийствах. Чего? Да я это читаю для собственного развития. Да ты, дура, сидишь в интернете, всякую тему читаешь. Я вообще-то читаю, чтобы развиваться. Так, успокойтесь, пожалуйста. Оксана, у тебя было достаточно поводов, чтобы сделать чистосердечное признание. Ты отказываешься, да? Отказываешься? Помимо показаний свидетелей, есть запись с видеокамеры. Видеорегистратор зафиксировал, как ты совершаешь преступление. Толкаешь эту коляску в воду с моста. Понимаешь, камера есть. Не слова какого-то человека, свидетеля, а вот видеоизображение. Ничего не хочешь нам сказать, Оксана? Да, я его столкнула, я хотела, чтобы он сдох, потому что мне надоело. Мне надоело, что я в нем все время забочусь. Мне надоело, что я мать никогда не вижу, сколько можно. Я хотела, чтобы все закончилось, мы наконец-то жили нормально. Я уже не могу это терпеть. Я хотела, чтобы мой отец вернулся, и мы все съехали. Оксаночка, я тебе определенного ничего не говорил. Ты строила свои планы, я тебя не возражал, чтобы тебя не беспокоить. Но вряд ли теперь твоя мать снова захочет со мной жить. Ну, конечно бы, захотела. Если бы сейчас мы смогли все жить вместе, она бы тебя приняла, потому что один муж у нее умер, другой пришел утешать, но у вас бы все склеилось, понимаешь? Ваша честь, конечно же, я не оправдываю поступок моей подзащитной, но давайте представим, как она жила. Вот мы сейчас все это услышали здесь. Оксане 17 лет. В ее возрасте, конечно же, хочется свободы. Хочется пойти куда-то с другими подружками, потусить, как они сейчас говорят. Вот. Но вместо этого она должна была, моя подзащитная, обязана, как ей говорили все, сидеть с больным отчимом. Ну, который больным-то стал именно по своей собственной вине. Между прочим, здесь вот родная дочь потерпевшего нам говорит, да я же не сиделка. И никоим образом ни разу за своим отцом она не ухаживала. Никогда вместе с ним никуда не ходила, ни на прогулки, ни гуляла. Вообще полностью, как говорится, забыла об его существовании. Ну, прошу пригласить свидетеля защиты. Это Гаврилов Олег Романович, парень подсудимый. Он нам расскажет о ее психическом состоянии. Олег Романович Гаврилов приглашается в качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, проводите его. А вы меня уже при жизни распределили, что за и где. Присаживайтесь, пожалуйста, здесь. Проходите. Хорошо. Так, Олег, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Скажи, пожалуйста, какие отношения тебя связывают с Оксаной? Мы встречаемся с Оксаной. Так. Любим друг друга. Она почти никогда не жаловалась матери на свою жизнь. Жалела ее. Меня больше убивала позиция матери Оксаны. Она считала совершенно нормальным, что Оксана сидит в Сочневом, а она мотается по другим городам. Я же спрашивал Оксану, а почему она Милану не напрягает? Ведь тебе он отчим, а ей-то родной отец. А Оксана говорила, типа, Милана родным отцом брезгует и попросила маму ее оградить от всех этих уходов за больным папой. Еще и пригрозила, что в противном случае из дома сбежит. Да что ты такое говоришь? Оксанка вообще-то по своей воле с отцом сидела. Ради квартиры. И вообще не есть в нашу семью, а? Да не хотела она. На самом деле Оксана хотела жить со своим родным папой и с мамой вместе. Да, ее мать и отец развелись, когда Оксане было два года. Но она часто общалась с Андреем Львовичем. Твои мечты не смогли реализоваться. Что ты решила в этой ситуации, Оксана? Я решила избавить нас всех от абузы в виде Николая. Я решила в первую очередь мать избавить, а во вторую себя, потому что она как проклятая пашет. Я хотела, чтобы мы все съехались. Но даже отец был не против. Он бы же был согласен снова приехать к нам. И мы бы снова все зажили. Вот и все. С кем бы мы зажили? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну ты с отцом. Ты вообще-то в курсе, кстати говоря, что он сейчас остался ни с чем, что у него нет квартиры. И теперь я понимаю, что это был, скорее всего, его план, потому что его баба развела его на квартиру, он остался гол, как сокол. И, видимо, решил так, что Коля на дно, а сам он к нам переберется. Ну и перебрался бы. Так, секундочку, Андрей Львович, у вас действительно проблемы с жильем сейчас? Ваша честь, да нет у меня никаких проблем. Все нормально. Да, я действительно живу на съемном жилье. Плачу недорого. Все нормально. Меня, в принципе, все устраивает. Ты, Люба, на меня ты не наговаривай. Не наговаривай. Сама ты что творишь? А что я творю? Ну что? А что я творю? Ну-ка, что? Ты говорила, что дочке отдашь квартиру на 18-летие, что она там будет следить за отчимом. Да, да. Доченька, а ты знаешь, что тебе этой квартирки теперь не видать? Потому что твоя мама уже живет там с каким-то мужичком. Да, 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 да. Борис его зовут, да. И при этом раскладе она тебе квартирки-то не отдаст. А сейчас, сейчас ты живешь в квартире, которая будет в дальнейшем, перейдет к Милане. А ты ее не получишь от отца. Это что? Милана будет жить в квартире, а я как бомж на улице? Мама, какой Борис? Что я слышу? Какой Борис? Ты с кем? Я думала, ты работаешь, зарабатываешь ему на лечение. Ты сказал, мы же с тобой договаривались, что я за ним ухаживаю, а ты мне квартира... Ты что, меня обманула? Мама? Любовь Петровна, то, что сказал ваш бывший супруг сейчас, это правда? Ну да. Потому что с Андреем и с Николаем я уже не живу. У меня есть другой мужчина. Я его люблю. А вообще, дорогая моя, а ты такая корыстная, оказывается, только за квартиру готова была матери помогать. А я тоже имею право на личную жизнь, на женское счастье. Так зачем мне еще ухаживать за этим твоим Николаем? Мама, ты серьезно? Дочь, дочь. Ты все это время меня обманывала, чтобы я просто за ним ухаживала, а ты же ладно, твою жизнь строила. Меня все использовали. Да она, подожди, она сошлась с этим Борисом, понимаешь, он ей все покупает, шмотки дает. Да она сама неплохо твоя мамаша-то зашибает. Вон, посмотри, посмотри, она все это придумала для красоты, понимаешь, она тебя облапотла. Посмотри на ее маникюр. Ты меня поздравила, мне же теперь сидеть. Мне теперь сидеть из-за тебя. Ну, хорошо, тогда пусть Миланка теперь с этим возится. Пусть теперь она помучается. Ай, все меня бросили. Почему? Любовь Петровна, вот вы сказали, у вас есть другой мужчина теперь. А другие дочери у вас есть? Нет, почему? Чтобы так вот ими разбрасывать. Нет. Удаляйся обстановлением приговора. Мама, это что получается? Спасибо. А я с ним сидеть? Нет, не выводи этому. Я сберу его с дома. Далее в программе. Он ее бил по спине, по почкам. Он бил ее по животу. И в результате действительно она оказалась вся в крови, в луже крови. И, соответственно, только после этого он угомонился. Влада Скрипкина обвиняют в том, что он жестоко избил любовницу своего отца Марьяну Купцову. В результате избиений Марьяна, которая была беременна, потеряла ребенка. Влад вины не признает и утверждает, что у него не было причин так избивать Марьяну. А что скрывает подросток, выяснится в ходе судебного заседания. Так, тишина. Поглашается приговор. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Сазоновой Оксаны Андреевны несовершеннолетней, ранее несудимой, совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30-й и пункта В, часть 2-й статьи 105-й Уголовного кодекса Российской Федерации в покушении на убийство лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, суд принимает решение признать Сазонову Оксану Андреевну виновной в совершении данного преступления, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. обстоятельств для смягчения приговора или применения условного осуждения суд не усматривает, к сожалению. Мне очень грустно, что, Любовь Петровна, вам не нужны ни дочери, ни мужья ваши бывшие. Конечно, это ваше право. Но к чему? Толкайте своих дочерей. Задумайтесь. Вы виноваты в том, что происходит с вашими дочерьми. Вы виноваты, что она идет в места заключения теперь. Судебное свидание завершено. Ну, вы не особо переживайте. Я так думаю, через пару лет будет УДО, и мы с вами подойдем к ходатайству, и она выйдет в УДО. Здравствуйте. Присаживайся, пожалуйста. Скрипкин Владислав Олегович. Мне 17 лет. Родился 3 марта 2005 года. Владислав, послушай внимательно. Ты обвиняешься по пункту З, частью 2, статьи 111 Уголовного кодекса. Обвиняешься в том, что ударил девушку своего отца, купцову Марьяну Алексеевну, в живот бейсбольной битой, что привело к потере ребенка, в котором она была беременна. Скажи, пожалуйста, ты признаешь свою вину? Ваша честь, я этого не делал. Когда я пришел, Марьяна уже лежала на полу и без сознания, в лужи крови. Я вообще не понимал, что мне делать. Я ее не бил, честно. Не знаю, может, она сама это сделала, может, стать отец. Ну, не зря же так он активно против меня показания отдает. Да уж. Как тебе не стыдно, Влад? Ты это сделал. И как чувствовала, что не надо было пускать тебя в дом, пока Олег не вернулся. Вот не надо было действительно. Так, давайте внимательно послушаем, поскольку подсудимый не признает себя виновным, каким выводом пришло следствие? Пожалуйста, Сергей Викторович. Напрасно не признает, потому что все против него. Я думаю, срок будет серьезный. А с 20 сентября подсудимый пришел в съемную квартиру своего отца, где он, соответственно, и проживает, своя девушка с потерпевшей, с купцовой Марьяной. Вот, она была одна, да, соответственно, папа нашел. Подсудимого не было. И тут начался, он только зашел, начал на нее, ну, извиняюсь, орать. Он просто начал требовать от нее, чтобы она сделала аборт. То есть он знал на момент прихода, ну, то есть к вопросу о том, что заведомо беременны. Вот, чтобы она, типа, не разрушала семью, и чтобы она сделала аборт. Естественно, девушка отказала. Марьяна сказала, нет, конечно. И тогда вот он схватил бейсбольную биту и начал жесточайшим образом избивать беременную женщину. Причем, ладно, ну, по плечам, ну, не в смысле ладно, а в смысле целенаправленно пытаясь, ну, чтобы она лишилась плода. Он ее бил по спине, по почкам, он бил ее по животу, и в результате действительно она оказалась вся в крови, в луже крови. Соответственно, только после этого он угомонился. У нас, ну, естественно, орудие преступления, следы пальцев рук, поэтому отрицать бессмысленно факт нанесения повреждений именно этим. Изъята была обувь, в которой он находился. Тоже следы крови. Соответственно, потопталась там одежда. Вон прямо, кстати, даже сейчас еще видно, что вся здесь в кровище. Жесточайшее преступление, несмотря на то, что вроде как мотив вернуть отца в семью, но способ весьма странный. Причем он вменяемый. То есть психолог-психиатрическая экспертиза никаких изменений не нашла. В связи с чем прошу 6 лет лишения свободы в качестве наказания. 6 лет. Это мало. 6 лет. Это мало. Это мало. Это убийство у моего ребенка. Это очень мало. 6 лет. Так, Марьяна, скажите, пожалуйста, во-первых, я вам сочувствую, выражая свои соболезнования. Скажите, как долго вы находитесь в отношениях с отцом Влада? С Олегом мы были вместе около 7 месяцев. Но из семьи, ваша честь, он ушел около 3 месяцев назад, когда узнал о моей беременности. Он снял для нас квартиру, и мы вместе с ним переехали туда. А скажите, пожалуйста, Влад Владислав часто заходил к вам в гости? Нет. Влад никогда не был у нас. Это было впервые. Для меня это было неожиданностью. Влад пришел с цветами и сказал, что хочет помириться. Он вместе с матерью столько грязи лили на меня. Но теперь, когда отец выбрал меня, и у нас будет ребенок, Влад принял решение, что пора налаживать отношения. Я наивная дура. Открыла ему дверь. Когда Влад зашел в квартиру, от его дружелюбия вообще не осталось и следа. Я с ужасом увидела, что у него из рюкзака торчит бейсбольная бита. Он достал бейсбольную биту, пошел на меня. Он сказал, что я должна избавиться от ребенка и сделать аборт. На что я ответила, что никогда этого не сделаю. И попросила Влада уйти. Он сказал мне, что раз я не хочу сделать это сама, он поможет мне в этом. И сделает это сам. Ваша честь, мы уже достаточно пострадали от этой девицы. Она на минуточку увела мужа от меня. Понимаете? Решила ребенка отца. А теперь она врет, нагло врешь. Ты врешь, понятно тебе? Он пришел с миром. Он пришел с миром. Он мне позвонил и говорит, мам, все, надо быть сильными, надо налаживать отношения с отцом, с новой семьей. Потом он мне перезвонил и говорит, что мы поговорили с Марьяной абсолютно нормально. Первый шаг сделан. Все. Это ложь. Наглая ложь. Ясно тебе? Давайте предположим, что это ложь. Ну, получается так, что он вам позвонил уже после того, как вышел, да? По вашим словам. Но его-то задержали на съемной квартире отца. Он что, второй раз вернулся туда? Правильно. Он забыл эту чертову безбольную биту. Он занимается спортом. Мальчик занимается спортом. Понимаете? И, между прочим, как она говорит, он не держал ее в рюкзаке, а в специальном чехле. Эта гадина забеременела от моего мужа. Потом она его увела. А теперь она решила, он подал на развод, все решено. Теперь что остается? Избавиться от этого ненужного ребенка. И она всю вину складывает на Влада. Ольга Витальевна, какой-то прямо изощренный способ вы предложили. Давайте мы изучим все версии. Хорошо. Откуда кровь-то на одежде? Тогда, извините, вот. Вся одежда вашего сына в крови. И задержан он как раз был прямо в квартире своим же собственным отцом. Непосредственно после совершения преступления. Как это пояснишь? Мама же только что все объяснила. Так, так. Я пришел к отцу. Его не было дома. Марьяна была дома одна. Я там подарил цветы, поздравил с беременностью. Я сказал Марьяне, что меня напрягается эта ссора с отцом, что я хочу быть ближе. Мне его действительно не хватает. Я хочу приходить в гости, общаться. Марьяна сказала, что я могу приходить. И все. Вся наша встреча, весь наш разговор. Я ушел и потом заметил, что оставил биту у них. Так. Вернувшись, мне никто не открыл. Я стучал, звонил. Я случайно заметил, что дверь была не заперта. Вошел и увидел Марьяну. Она лежала на полу в луже крови. И рядом валялась моя бита. Ваша честь. Она это специально все подстроила. Ну хорошо, ты увидел, что она в луже крови лежит. Почему ты сразу не вызвал скорую помощь? Я не успел попросту. Я был в шоке, я был в панике. Куда бежать, куда метаться? Тут еще отец приехал. Что за бред-то? Самому себе такие повреждения нанести? Так она не бита. Она не бита, она другим чем-то не знает. А битая она просто так возле себя подложила, чтобы там следы крови на ней остались. Вот и все. Я вот таких бредовых версий еще не слышал. Ну хорошо, документы, характеризующие личность, представлены. Значит, итак, Влад, ты хорошо учишься, спортом занимаешься, бейсболом действительно занимаешься. Бита по назначению, да, используется. Так, побеждал неоднократно во многих матчах. Вредных привычек нет, не пьет, не курит. Характеристика идеальная просто. Да, Ольга Витальевна, можно гордиться таким сыном. Тогда поясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах ваш сын узнал, что ваш муж, его отец встречается с другой женщиной. И вот тем более, что у него, видите, как будет ребенок вашего мужа. Ваша честь, мы узнали оба. Дело в том, что у меня, знаете, были подозрения, что у моего мужа есть женщина, но я их как-то гнала. А здесь мой муж, Олег, он пригласил нас на кухню, посадил и говорит, знаешь что, вот между тобой и мной отношения закончились, и я полюбил другую женщину. Вот так и сказал. Ну а что ребенок? Он подросток, он психанул там, ну, стул опрокинул, ну, дверь хлопнул и ушел. Все. Ну, никакие, понимаете, гадости, он ничего не говорил. Никаких, никому, кстати, он не угрожал. Давайте пригласим уже тогда отца Скрипкина Олега Сергеевича. Он, ну, задержал фактически на месте совершения преступления. Пусть расскажет, как это произошло. В качестве свидетеля, да? Хорошо. Хорошо, приглашаем Скрипкина Олега Сергеевича для дачи показаний в качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, проводите его в зал съемного свидания. Проходите. Так, Олег Сергеевич, проходите, пожалуйста, присаживайтесь рядом с прокурором. Олег Сергеевич, вас пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля, но я должен предупредить вас, что поскольку речь-то идет о вашем сыне, вы являетесь близкими родственниками, в принципе, вы можете не свидетельствовать, потому что статья 51 Конституции позволяет не свидетельствовать против близких родственников. Да, Ваша честь, я хочу и буду свидетельствовать против своего сына. Пожалуйста, слушаю вас. Поскольку считаю, что это пойдет ему только на пользу. Он уже перешел черту и приступил закон. А значит, дальше лучше не будет. Он хладнокровно и умышленно убил нашего с Марианной ребенка. Олег, подожди, ты монстр, ты в своем вообще уме. Вот тут ты такое говоришь, ты собираешься говорить против собственного сына. Олег, опомнись. Так, Олег Сергеевич, 20 сентября, вы помните, как вы вернулись домой? Да, в этот день я вернулся с работы пораньше. Поскольку после своего повышения я не обязан находиться целый день на работе, я могу работать как в офисе, так и удаленно. Поэтому приехал домой, дверь в квартиру была не заперта. Меня это уже насторожило. Я зашел в квартиру, прошел в комнату и увидел на полу Марианну, которая лежала, корчилась от боли, а рядом стоял сын, Влад, сбитый в руках, ухмылялся и говорил такие слова, что этот ребенок не должен жить, что этого ребенка не будет. Да если бы он этого не говорил, я бы еще сомневался, что он это сделал или не он. Ну а здесь все очевидно, Ваша честь. Как отреагировал Влад на ваш приход? Влад был в панике. Он хотел убежать, метнулся к двери, но я его задержал. У нас произошла небольшая с ним потасовка, но я скрутил Влада, вызвал скорую, вызвал полицию. Ну а когда приехала полиция, Влад угрюмо молчал и не отвечал на вопросы. Умышленное это преступление, спланированное это преступление. Да нет, на самом деле это ты довел своим введением. Я бы просил пригласить его в зал судебного заседания, точнее ее. Это Алексеева Диана Юрьевна. Она более подробно об этом рассказывает. Хорошо, Алексеева Диана Юрьевна приглашается в зал в качестве свидетеля. Пожалуйста, приступ проводите ее. Это наш с тобой сын. Мать-то тут при чем? Проходите. Да ибо уже по ее истерикам, уже понятно, твое настроение постоянно это слушать. Естественно, может немножко свисти с ума. Тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Диана, ты знаешь Влада? Да, конечно, это мой парень. Тебе Влад ничего не рассказывал по поводу того, как он собирается строить отношения с беременной новой женщиной и своего папой? Да, Ваша честь. Он мне писал, что если Марьяна не сделает аборт, то он лично выбьет из нее ребенка. Выбьет? Выбьет. Так сказал? Да. Он не допустит, что его отец и Марьяна будут иметь одного ребенка. Он все еще верит и не теряет надежду, что его родители могут сойтись. Я думала, что это все на эмоциях, и эта ситуация приносит много боли, и я это все понимала. Но я не думала, что он мог поступить так и сделать такое. В тот день я видела его, он шел с цветами в одной руке, в другой руке он держал безбойную биту. Я как-то усомнилась, потому что у него не было тренировки в тот день. И я сразу поняла, что он идет к Марьяне. Я жила с ними на одной улице, с его отцом и с Марьяной. Я у него поинтересовалась, куда ты идешь. Он говорит, с мировой, к Марьяне. Но мне так не казалось. Он был весь взволнован, нервничал, у него тряслись руки. Я сразу поняла, что что-то не так. Я его довела до подъезда, а сама стала караулить и смотреть, как будут разворачиваться события. Через некоторое время он выбежал. Его стало тошнить, ему стало плохо. У него вся толстовка была в крови. После чего я к нему подбежала, проинтересовалась, что случилось. Он сказал, очень грубо ответил, что так и надо. Не мешай, уходи. Что ты вляпаешься в одни неприятности. И это прозвучало так грубо. Он никогда со мной так не разговаривал. Никогда не обращался. Я уже хотела уйти, обидеться, но ситуация не позволяла. Я подозревала что-то дурное. После этого он вспомнил, что забыл биту, убежал обратно. И через некоторое время приехал отец. Я увидела скорую полицию после этого. Я больше его не видела. Я убежала домой, потому что мне было страшно, что меня сейчас будут допрашивать. Ничего не хочешь сказать, Влад? Даже твоя девушка тебя изобличает. Признаваться надо, да? Ну, не хочет Влад сказать. Будет защита говорить. Я действительно считаю, что тут есть о чем нам поговорить. И что доказывать в защите. Оказывается, Марьяна Алексеевна была знакома со своим, с моим подзащитным еще до знакомства с его отцом. Вот так развивалась история. Она обманывала Влада, провоцировала его своим поведением. Ну, так как Влад все-таки несовершеннолетний, с неустойчивым эмоциональным фоном, все вот эти вот обманы и игра со стороны потерпевшей и привели к трагедии, о которой мы сейчас здесь говорим. Я думаю, что эти обстоятельства необходимо учесть при вынесении приговора. Версия интересная, но на чем она основывается? Ну, а основывается то, что я сказал, подтверждается показаниями свидетеля. Это Паучкова Надежда Степановна. Это бывшая соседка по квартире, которая соседка с потерпевшей. Я прошу ее вызвать и допросить. Да, соседи чаще знают про нас больше, чем мы даже сами. Так, вызывается свидетель защиты Паучкова Надежда Степановна. Пристав, пожалуйста, проводите ее в зал. Надежда, проходите, пожалуйста, присаживайтесь на свободное кресло. Надежда, вас пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Вы являетесь подругой Марьяны? Да. Скажите, Надежда, вам известно что-либо об отношениях Марьяны и Владислава? Да, мне известно. В общем, ваше честь. Они познакомились в интернете на сайте знакомств. Это было после Нового года. Влад указал в своей анкете, что ему 20. Ну, Марьяна тоже. Вот так вот они и встретились. Влад строил у себя мальчика-мажора, спортсмена, сына богатого отца. Подарил Марьяне пару дорогих подарков. Ну, как-то так. А скажи, пожалуйста, как так получилось, что они завязали знакомство, а потом Марьяна вдруг переключилась на отца Влада? Влад сам стал хвастаться, что его отца повысили на работе. Он стал получать 700 тысяч рублей в месяц. Ну, и Марьяна решила, зачем ей сынок, когда есть папаша. Ну, и, собственно, тем более она еще стала понимать, что он наврал насчет своего возраста. Ну, а потом Марьяна мне сказала, что хочет увезти отца Влада из семьи. Что? Влад, серьезно? Ты общался с Марьяной на сайте знакомств? И дарил ей еще какие-то подарки? Диана, подожди. Да, ваша честь, да. Я это сделал. Я это сделал, потому что я ненавижу отца, я ненавижу этого ребенка, чертова. Я ненавижу Марьяну, понимаете? Ненавижу. Что ты что, объяснять? Диана, это все, понимаешь, это все не так, как ты поняла. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я люблю тебя, ты вся такая неприступная, тебя просто так не чмокнешь, не потрогаешь. Ну, понятное дело, мне хотелось чего-то большего, чего-то большего, нежели просто кино в обнимку посмотреть. Вот я и полез на этот сайт знакомств. Хотел найти девчонку, чтобы попрактиковаться. И не нашел Марьяну. Я сразу понял, что если я там ей куплю что-нибудь, она позволит мне сделать с ней все, что угодно. Вот и все. Да? Я не понял, это правда? Так и было? Олег, Олег, я сейчас все объясню. Вот давайте, объясните, пожалуйста, Марьяна, чтобы мы поняли. Вы действительно встречались с Владом, принимали от него подарки, так? Да, ваша честь. И до сих пор, пока не познакомились с отцом, так? Да, да. Я сначала познакомилась с Владом, но у нас вообще ничего серьезного с ним не было. Он действительно дарил мне подарки, но ничего большего. Я сразу поняла, что Влад меня обманывает, обманывает своим возрастом, что он вообще еще ребенок на самом деле. И потом случайно в его телефоне я увидела фотографию Олега. И увидела фотографию и влюбилась в Олег. Так, что влюбилась в вашу честь? Сейчас я вам скажу. В общем, Марьяна отзиралась у офиса, где работал Олег. И в какой-то момент, когда шел дождь, она бросилась под колеса его тачки и так о ней познакомились. Прекрасно. Прекрасно. Влад, вот объясни, пожалуйста, почему ты всю эту историю просто не рассказал отцу? Вот от этой правды, которую бы ты ему рассказал, все бы разрешилось моментально. Потому что я купил Марьяне дорогую сумку, чтобы она со мной переспала. Деньги взял у отца без спроса. Я не хотел этих лишних выяснений, чтобы не влетело. Нафига мне это надо? Я говорю, что с Марьяной спал мой друг, а не я. Отец мне не верил. И Марьяна только усугубляла всю эту ситуацию. Она говорила, что если я расскажу что-то отцу, то она сольет все наши переписки Диане. Потому что она тогда знала уже, сколько мне лет, где я учусь. Она видела мою реальную страничку в соцсетях, где мы с Дианкой в обнимку. Хорошо, значит, ты не стал отцу открывать глаза на это. Но когда ты узнал о том, что отец уходит из семьи к Марьяне, что она еще беременна, ты избрал другой путь. Решил напасть на нее. Ваша честь, если все теперь в курсе, что мы с Марьяной спали, она беременна не от отца от меня. Что? Ты с ума сошел? Олеж, не слушай его, это вранье. Это вранье. Когда Марьяна встречалась с отцом, мы с ней уже были в контрах. В какой-то из дней она мне позвонила, привет, привет, надо встретиться, поговорить. Встретились. Она меня напоила. Я не помню, как я оказался у нее в постели. Потом отец заявляет, что Марьяна ждет ребенка. Ну, что, я пошел к ней с разборками. Она такая, ребенок твой. Я просто опешил от этой ситуации. Я просто не мог допустить такого, чтобы у меня родился сын, чтобы его воспитывал мой отец, ничего не подозревая. Что это за бред-то? И как я ему, по-вашему, это должен был объяснить? Он бы мне все равно не поверил. Мы для него уже стали врагами, ваша честь. И Марьяна только усугубляла ситуацию, все переписки подтерла. У меня не было никаких доказательств. Ну, а почему ты мне-то ничего не рассказал? Мам, ну что говорить? Суда лезли на постановление приговора. Оглашается приговор. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Скрипкина Владислава Олеговича, несовершеннолетнего, ранее несудимого, совершения преступления, предусмотренного пунктом З, части 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Суд принимает решение признать Скрипкина Владислава Олеговича виновному в совершении данного преступления, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Данное наказание считать условным и установить испытательный срок 2 года. Учись перековывать свои негативные чувства, ненависть в любовь. В любовь. Только этим можно спастись. Иначе все. Вот на тебя смотришь, сразу видно, что ты ненавидишь весь мир. Так не должно быть. Ты молодой человек, который начинает только жизнь. Сложно начинать жизнь. С тяжелого преступления. С трагедии. Но это, возможно, дано тебе как испытание, для того, чтобы в жизни это никогда не повторилось. Ни у тебя, ни у твоих близких, ни у твоих друзей. Спасай других. Этим спасешься сам. Судебное заседание завершено. Вы знаете что? Мы сегодня герои. Условно при таком обвинении получить было практически невозможно. Но... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok